Уважаемые зрители, всем снова добрый день. В этом видео речь пойдет снова о центральных ребрах, а точнее о тех проблемах, с которыми вы можете столкнуться в ходе их сборки. В прошлом видео я вам рассказывал о том, как на кубике 5 на 5 забивать пенальти. И возможно для тех, кто случайно наткнулся на это видео, это выглядит глупо, но для тех, кто смотрел предыдущее видео, все просто и понятно. Вот эти два элемента напоминают нам ворота, в которые мы вот таким вот образом забиваем гол. Кажется, что в данной ситуации все просто, но я не зря сказал, что в этом видео речь пойдет о сложных ситуациях, о тех сложностях, о которых я не рассказал в предыдущем видео. Итак, у нас здесь мячик и ворота. Сверху разного цвета, значит мы можем забивать гол смело. Забили. Теперь, как я уже говорил, уводим. И заменяем ворота на какие-нибудь другие, еще не собранные. На это нельзя, на это нельзя, на это нельзя. Что ж тогда делать? Давайте попробуем направо увести. Нельзя, нельзя, нельзя. Ёлки-палки. Вот это проблема. Вот именно об этой проблеме я и хотел с вами в этом видео поговорить. Дело в том, что сейчас мы уже находимся на такой стадии сборки кубика 5 на 5, когда практически все ребра уже собраны. И нам очень сложно найти какое-то несобранное. Вот в такие моменты я настоятельно рекомендую вам перед тем, как бить пенальти, то есть крутить средний слой, найти то самое ребро, на которое мы можем заменить вот эти ворота. И поставить это ребро вот сюда, спереди. Сейчас поймете, почему именно спереди. Итак, вот наши ворота, вот наш мяч. Да? Но нам нужно найти еще такое место, на которое мы потом можем поменять вот эти ворота. Идеально это когда это место находится либо слева, либо справа. Но, как вы уже поняли, здесь уже все собрано. А нам нужно найти что-то несобранное. И вот это самое несобранное у нас оказалось вот здесь, сзади. Что мы с этим делаем? Мы его сзади переставляем вот сюда. Слева, спереди вставим его. Знаете зачем? Чтобы точно видеть, на что мы будем менять вот это ребро. Если вы не нашли ничего подобного, тогда это уже другая ситуация, о которой я расскажу буквально через пару минут. А с этой ситуацией, я думаю, мы разобрались. Значит, мы забиваем гол, уводим ворота, замещаем. Уводим на место и восстанавливаем центры. Ну и вот какая картина у нас получилась. То есть, грубо говоря, цель мы выполнили. Остались, правда, еще вот эти два ребра, но тут немножко другая ситуация. Ладно. Теперь давайте думать. Что же нам делать в следующих ситуациях? Сейчас я эту ситуацию выведу. Вот она. Смотрим. Вот наши ворота. Вот он, наш мячик. Теперь давайте попробуем найти то место, на которое мы можем поменять эти ворота. Слева нет ничего, справа нет ничего и здесь нет ничего. Вот так проблемка. Что же нам делать? Проблема в том, что у нас осталось всего лишь два несобранных ребра. А для того, чтобы продолжить сборку тем же методом, о котором я рассказывал, придется, точнее не придется, а нужно иметь как минимум три несобранных ребра, как было в предыдущей ситуации. Надеюсь, сейчас все то, о чем я говорю, совершенно ясно и не вызывает никаких сомнений, никаких вопросов. Если это не так, то, пожалуйста, пишите и я буду с этим что-то делать, стараться сделать так, чтобы все все поняли. Итак, у нас осталось два последних ребра. Тут надо четко понимать, то ли эти ребра собраны, но собраны неправильно. Как, например, а нет, сейчас такую ситуацию не смогу показать даже. Ага, так, чтобы придумать. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот это ребро и вот это ребро. Они кажутся несобранными, но на самом деле здесь все элементы стоят на своих местах. Вы должны чувствовать четкую разницу между таким случаем, когда два ребра имеют на местах все элементы, только неправильно поставленные. Или вот еще одна ситуация, когда ворота есть, а мячик между ними совершенно другого цвета, не желто-синего. Вот эти две ситуации решаются совершенно по-разному. О том, как решать такую ситуацию, когда все на местах, но перевернуто, я расскажу попозже. А сейчас расскажу о том, как решить вот такую ситуацию. В таком случае оба ребра, уже позиция мячика совершенно не важна. Он может стоять как правильно и в один ход загоняться, как неправильно, так и неправильно. В общем, здесь совершенно никакой роли это не играет. Важно, чтобы оба этих ребра стояли сверху. Одно сверху спереди, второе сверху сзади. И теперь мы делаем следующую очень простую комбинацию. Друзья, она состоит из семи ходов, но запомнить нужно только четыре. Первый ход. Мы крутим два правых слоя два раза. Потом уезжаем в Лондон на два года. Потом два раза крутим крышу. Запомнили эти три хода? Теперь мы делаем последний, четвертый ход. Мы крутим внутренний правый слой два раза. А вот пятый, шестой, седьмой ход мы просто отменяем то, что мы делали. А что мы делали? Мы сначала два слоя крутили правых, потом в Лондон уезжали, а потом крышу два раза. Ну, теперь делаем все в обратном порядке. Крышу два раза. В Лондон два раза. И два слоя. И смотрите, что получилось. Ситуация, в которую мы попали, теперь явно изменилась. Теперь у нас все на своих местах, но только перевернуто. Могло быть и не перевернуто. Сейчас покажу пример такой ситуации. Вот, например, вот она такая ситуация. Внешне, кажется, ничем не отличается от предыдущей. Единственное, мячик мы здесь не сможем загнать. Как здесь быть? Да точно так же. Когда у нас уже не осталось ничего, на что мы можем заменить вот эти ворота, грубо говоря, когда у нас осталось только двое ворот, мы делаем ту же самую комбинацию. И у нас все становится на место сразу же. Ну вот, теперь расскажу о таких ситуациях, когда все уже на месте, но как-то перевернуто. В этом случае нам поможет легкий алгоритм из методики для слепой сборки. Что это за алгоритм? Это алгоритм, который переворачивает вот эти два центральных ребра. Смотрите, как он делается. Очень просто. Крутим средний слой и крышу против часовой стрелки. Опять средний слой в ту же сторону и крышу против часовой стрелки. И опять средний слой в ту же сторону, а вот крышу уже два раза. Сейчас центры у нас немножечко перемешались, но вы этого не бойтесь. Запомнили, да? Мы сделали шесть ходов, почти одинаковых. А вот теперь средний слой мы начинаем крутить в другую сторону, а крышу в ту же, так же против часовой стрелки. Последний раз и крышу два раза. И вот что получилось. Все перевернулось и встало как нам надо. Вот теперь у нас все центры собраны, ой центры, все ребра собраны. Ну я имею ввиду ребра, состоящие из трех элементов. И мы можем приступать к сборке 5 на 5, как 3 на 3. Но я вам все-таки не рассказал еще об одной ситуации. Вот она эта ситуация. В чем же ее сложность? Дело в том, что вот это ребро сейчас, как вы видите, перевернуто. Перевернуто. Грубо говоря. Хотел сказать, перевернуто неправильно. Ну, сам факт того, что оно перевернуто, это уже означает, что это неправильно. Вот. Мы можем его перевернуть с помощью той же комбинации, которую я только что показывал. Но дело в том, что это единственное ребро в кубе, которое перевернуто. Второго такого вы сейчас не найдете. И если мы перевернем это и поставим его правильно, значит, со вторым, второе ребро мы перевернем и поставим неправильно. Что же делать в этом случае? В этом случае вам сможет помочь только лишь одна комбинация, которую я считаю безумно полезной. Потому что эта комбинация применяется не только в сборке кубика 5х5. Она еще применяется в сборке кубика 4х4 и в сборке кубика 5х5 с закрытыми глазами. Поэтому, друзья, если вы собираетесь учиться собирать кубик с закрытыми глазами, обязательно выучите эту комбинацию. Ну, и если не собираетесь, все равно выучите, потому что без нее вы не сможете собрать кубик 5х5. Точнее, может быть и сможете, но если только не попадете вот в такую ситуацию. Значит, что это за комбинация? Друзья, для начала, как правильно держать кубик? Вот это ребро нужно держать снизу, спереди. То ребро, которое мы хотим перевернуть. Вот оно, снизу, спереди. И теперь я вам расскажу одну историю, которая позволит вам значительно быстрее запомнить, как делается эта комбинация. Ну, в первую очередь, запомните, пожалуйста, ее первые два хода. Представьте себе человека, который закончил школу и поступает в университет. Для этого ему нужно сдать государственные экзамены, ну, так называемые ЕГЭ. Представьте, что он это делает очень странным способом. Вот таким вот. Включает рычаг на полную мощность для того, чтобы готовиться к этим экзаменам. То есть мы крутим внутренний правый слой. После чего у него крыша едет два раза от этих экзаменов. Ну и он становится студентом. Посмотрите, как он становится студентом. Когда он становится студентом, мы делаем вот такой вот перехват. И у него начинается студенческая жизнь. От учебы у него голова идет кругом. Но при этом он не сдает зачет. Зачеты у нас сдаются в кабинете, который находится слева по коридору. Вот в этом кабинете. И он его не сдал. Что значит не сдал? Ему рычаг вниз поставили. Типа, не сдал, друг, иди готовься. Потом он начал готовиться к экзамену. Опять у него крыша едет от напряжения. Но он и экзамен не сдал. Что же делать? Он опять начинает готовиться. У него опять едет крыша. Но в этот раз он уже сдал экзамен. И теперь начинает готовиться к тому зачету, который не сдал. Опять едет крыша. Но в последний момент он понял, что не нужен ему этот зачет. Ему нужно съездить в Лондон на пару недель и отдохнуть. На пару недель. Обратите внимание. Два раза едет в Лондон. Там у него все хорошо. То есть тоже там какой-то экзамен сдал. Ну или я не знаю, что-то положительное сделал. То есть опять у нас справа. Правый внутренний слой. Крутим вверх. Рычаг вверх поднимаем. Значит что-то хорошее случилось. Возвращаемся из Лондона. И тут он уже идеально сдает зачет. Становится выпускником. Кубик возвращаем в прежнее положение. И если вы помните первые два хода, то последние два хода сделайте без труда. Мы крутили внутренний правый слой два раза и крышу два раза. Ну а теперь делаем то же самое, только в обратном порядке. Крышу два раза. Правый внутренний слой два раза. И все. Ребро собирается. Давайте еще раз повторим. Значит так. Сейчас я выведу эту ситуацию. Вот оно. Вот оно наше ребро. Единственное перевернутое, не вписывающееся ни в какие рамки. Что мы делаем с этим ребром? Ставим его спереди, снизу. И вспоминаем, что нам надо сдавать экзамены. Экзамены мы сдаем вот таким вот движением. И от экзаменов у нас едет крыша. Так. Теперь начинается студенческая жизнь. Вот такой вот перехват. Крыша едет от подготовки к зачету. Но зачет не сдаем. Крыша едет от подготовки к экзамену. Но экзамен не сдаем. Опять крыша едет от подготовки к экзамену. Но на сей раз удачно. И теперь надо сдать зачет. Опять едет крыша. Но в последний момент решаем. Да нафиг нам этот зачет. Поехали лучше в Лондон. Едем в Лондон на две недели. Там делаем что-то хорошее. Опять включаем рычаг справа. Поднимаем себе настроение. Возвращаемся из Лондона. Теперь с легкостью сдаем зачет. Уже безо всякой подготовки. Возвращаемся к прежней жизни. То есть кубик ставим в прежнюю позицию. Крыша едет два раза. И. Правая грань становится на место. Это все что касается Рёберт. Друзья, если непонятно, пожалуйста пишите. Я исправлю это видео. Мне ничего не стоит переписать это снова. Только объяснить уже так, чтобы всем было понятно. Вот. Что следует дальше после всего этого? Давайте кстати назовем эту комбинацию, которую я только что показал. Словом студент. Пусть это будет комбинация студент. В 4х4 у нас была комбинация шпион и комбинация предатель. А здесь будет комбинация студент. После этого этапа следует сборка кубика 3х3. И сообщаю вам радостную новость. Если в четверке нас ждали сюрпризы в виде комбинации шпион и комбинации предатель. Да. У нас были так называемые паритеты на этапе ОЛЛ и на этапе ПЛЛ. То здесь всего этого не будет. Поэтому мы можем смело собирать кубик тем способом, которым мы умеем это делать. Я имею ввиду собирать кубик 5х5 уже тем способом, каким мы собираем 3х3. Если вы вдруг не умеете собирать кубик 3х3 и все равно решили посмотреть это видео, советую вам все-таки настоятельно, советую сначала научиться собирать 3х3. А потом уже переходить к просмотру этого видео и учиться собирать более сложные головоломки, такие как вот этот кубик, который я держу в руках. Как вы видите, F2L я уже сделал и доделываю ОЛЛ. ОЛЛ тоже сделал и остается сделать только последний этап. Не очень удобно крутить пятерку, если честно. Кстати, пятерка фирмы MoU. Вот она. Но, так как она достаточно больших размеров, все-таки, конечно, к трешке я привык гораздо больше. Ну, потому что и кручу ее чаще. Ну, все, друзья. Кубик 5х5 собран. Всем спасибо за внимание. И, ну, если что не так, пишите. А если все так, то ставьте лайки. И до новых встреч на моем канале. До новых обучающих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok